Друзья, вот я говорю про гормоны радости, и про каждый гормон у меня по нескольку роликов, и вы обязательно смотрите. И я эти гормоны радости называю дофаминовым рядом. Почему я выделил этот гормон, дофамин, в заглаве? В заглаве серотонина, цехолина, эндорфина и так далее. Почему все это я назвал дофаминовым рядом? Поймите, гормон дофамин, это можно назвать гормоном целеустремленности, концентрации и мотивации. Если эндорфин – гормон удовольствия, серотонин – гормон радости и так далее, вот, то этот гормон, он помогает нам быстро адаптироваться в новой среде, к новым каким-то действиям, каких-то новых поступков. Люди, у которых в организме наблюдается нехватка дофамина, характеризуются нерешительностью, неуверенностью в себе. Но вот запомните, нельзя как выпить таблетку дофамина, таблетку азверина и стать таким, как котлеопоид. Нет. Дофамин можно стимулировать витаминами. Ну, витаминами с магнием, с цинком. Ну, витамины группы В, ну, везде они рекламируются. Но что важно, этот гормон, он способствует поднятию этих потенциалов, как я уже выше говорил, мотивирует вас, активизирует вас. Но вы должны многое уметь, поэтому необходимо тренироваться общению, тренироваться владением эмоциями, тренировать свою ретикулярную формацию. Ну, а если у вас нету, как говорится, бензина, какая бы ни была машина, она ни хрена не поедет. Ну, вот во время влюбленности, в начале, в начале, в самом начале, когда вы стремитесь добиться своей цели, вот вырабатывается дофамин. Ну, дофамин иногда называют допамин, ну, это, как говорится, кто как пишет. Вот этот гормон, он не только мотивирующий, но он продуцирует чувство удовольствия. Ну, уровень его максимальный возникает во время еды, секса или достижения какой-то цели. Вот еще бывает так, как я уже говорил, этот мотивирующий гормон, во время ожидания чего-то мы к чему-то стремимся, ждем, и вот у нас должно это получить. И это чувство награды дофамина уже вырабатывается в нейромедиаторах в мозгу, и тогда мозг активируется. А вот низкий уровень дофамина вызывает затруднения, принятие решений, активную двигательность, он влияет на сердечную деятельность, отрицательно, недостаток. Да, и животные рефлексы вырабатываются. Одним словом, вы помните главное, что дофамин – это главный мотиватор. Он заставляет вас ждать, стремиться, надеяться, достигать и получить. Вот, например, если вы с вечера думаете о завтрашнем дне, который будет меганасыщенным, интересными встречами, и вечером вы никак не можете уснуть от этого. Фантазируете, планируете, мечтаете, и в иллюзиях все в соплях. Вот тут-то у вас полные баки дофамина, и он не дает вам спать. Это вот некоторое такое возбуждение. Ну, встаньте попрыгать и немножко отработайте этот дофамин. Но состояние дофамина – это не только стимулирующее как наркотическое действие. Он еще, дофамин связан с ацехелином. Ацехелин – это вот тут и влюбленность, и привязанность к другому человеку, но и помогает учить и запоминать. И вот в этом наборе дофамина, ацехолина, вам не важно, что вы будете делать – отжиматься, поднимать тяжести или знакомиться с девушками. То, что вы делаете вот с этими гормонами, лучше усваивается и запоминается. Вот это как раз и важно для работы памяти и вашей обучаемости. Одним словом, дофамин, который контролирует способность к обучению, поддерживает стремление к новым свершениям, мотивирует, помогает достигать цели. Да, действительно, как некоторые шилы, как бензин, который не спится, не ей хочется есть, придает человеку уверенность. Но есть одно такое маленькое «но». Он закрепляет в организме пристрастие к алкоголю и наркотикам, потому что при употреблении алкоголя и наркотиков он вырабатывается. И тогда уже после того, когда у вас есть потребность в дофамине, вы бежите к алкоголю и наркотикам. То есть вот какую-то другую сторону. Посмотрите, я вам расскажу, как вырабатывать у себя в организме дофамин без наркотиков и без алкоголя и не быть зависимым от этой гадости. Подписывайтесь на мой канал, смотрите, я много что интересного вам расскажу. И вообще обращайтесь по скайпу, мы поработаем с вашими гормонами.